Где все? Где техника? Ребятки, здравствуйте! С вами расхититель мусорных баков. Я сегодня нацелен разорвать все краснодарские кормилицы. Сегодня я с Димочкой. И мы нацелены на успех. Михаил нам поможет разрывать сегодня кормилицы. Потому что кормилицы надо драть как гиену. С вас лайки. Вы этот контент заслужили целиком и полностью. Также не забывайте про подписочку на канал самого главного расхитителя помоечки в странах СНГ в Ребятке. Не заводится дырчик? Ребят, только олды помнят эту лайбу. Мы ее модифицировали и установили на нее двигатель внутреннего сгорания. О, техника. Комп. Ага, комп. Ну ладно. Не повезло. Не повезло, не повезло. Не фартануло. Что за вынос? Кого берем? Берем, говорю, вынос. Где? Так ты не сори. А это чье? Вот это? А это? Новое. А ключ от нее где? Фу, тут так мочой воняет. Сумка. Такое, типа, сумка-рюкзак. Как будто в ней деньги были, слышишь? Фу, бля, что там? Надо? О, вот это вынос. Вот это я уже понимаю. Быстрая зарядочка Dexp. А, разветвлитель. Так, дальше. USB-шечка для принтера. Так, дальше. О, музыкальный плеер, смотри, какой детская игрушка. О, еще какой-то детский телефон. Такие игрушки покупают. Ну, ты разветвлитель Dexp вообще, USB 3.0 топчик. Такой где-то рублей 500 на Авито будет стоить. Мне как раз такое надо. Топовый плеер был, смотри, Дим. Это те они айподы твои заморские. Вот она тема. Вот оно будущее. Импортозамещение. Вот это купят. Такой эспандер. Это на головку 21 пальца. О, Луи Виттончик. Штаны, что ли? Луи Виттон. Лосины женские. Паленые, конечно же. Но это можно взять. О, еще шмотки. А вот и Луи Виттон. Курточка. Луи Виттон, Париж. Ну-ну, пойдет. Рублей за 100 может комплект уйдет. О, еще свитерок. Неплохие вещи здесь. Футболка пойдет. На продажу шмотки набрал. Чуть-чуть. Дима, а это твое? А. А это тебе надо, да? Тут автоматов много всяких. А, так это с подъездов проводка. Это продать все можно. Автоматы, да. Капец. Можно реально продать это все. Смотрите, ребят, сколько здесь их вообще. Давайте все автоматы в кучку складывать. У нас сегодня автоматный день. А не фирмы, кстати. Вас же Дима зовут? Да. А, его тоже. А можно обзор я сниму вашу это? Место проживания. Бутылки вы туда складываете, копите. Прям полностью вся комната у вас тут. Нормально. Я себе так прямо отходил. Надо тут шторки еще повесить. А дворник как? Ничего, не ругается? Вы что, вообще что ли? Это что такое? Это самозахват. Я вот, если прямо так... Не, дворник-то ничего не говорит против? А что вы скажете? А, хорошо, чистота поддерживает. А, не русский, да? Конечно, кто у нас сейчас будет? Думаешь, ну что, пойдут русские, что ли, работают? Нормально. Тут уже это кухонный уголок. Бутылочки. В общем, ребят, Дима живет на помойке. У него проблемы дома, поэтому он живет прямо возле помоечек. И целый день тут сидит и караулит выносы из хат. Так что такое я, кстати, первый раз вижу. Реально, такого еще не видел. Чтобы на помойке кто-то жил. А здесь кто живет, тоже вот смотрю кровать. Он что-то ушел и ушел, и все, и потерялся. Кто-то жил тут, да, еще? Офигеть! Это еще не все, да, Дима? Вон, смотрю, вон еще автомат. Капец! Сколько это денег? Давай я их буду насаживать. Это тупо с квартиры. А почему они их не взяли там? Электрики могли бы их продать, бушные. Ребят, ну здесь автоматов штук, наверное, 30. Вон, сколько всякого. Тут еще металла много различного. Вот эти вот штуки, соединители, клеммники, автоматики. И вот еще. И эти рейки тоже берем. Обалдеть! Ребят, я в шоке просто. Это столько денег, блин. Да это тысяч пять, наверное. Короче, будем продавать один автомат по 100 рублей, да? Ребят, вот такой один автомат от бренда ИЗК. Синей полоской. БА-47-29. Его модель. С-25, что-то не разбираюсь. Короче, вот столько он стоит новый. А тут огромная гора бушных. И вот еще таких много автоматов. С-40. Тоже ИЗК. Это, я не знаю, какой-то двойной автомат. А это одинарный автомат. Капец, их тут просто горища огромная. Это очень круто. Это металл, да, видно, он поржавел. Ну, короче, тысяч пять мы заработали на этих автоматах, считай. Просто бомба. Ну и вот чуть-чуть вещей тоже на продажу. Помимо автоматов взял с помоечки. Это просто топ, ребят. Сумка вот из Ашана, короче, примерно. Почти полная. Нашли пиццу на помойке, пацаны. Но, к сожалению, я не голодный. На удивление. Как тебе? А тебе? Бери, Влад. Да я не хочу есть, Дим. Вкусно? Что делает помойка? И насыщает. И питает. Еще и наггетсы топчик. А что у нас тут за коробочки, интересно? О, Тефаль. Прикинь, Тефаль топовый. Тебе офигенные. Вот это домой, чувак. Да, да. Диме нашли две топовых сковородки Тефаль вообще целые. Такие в магазе очень дорого стоят. Так они еще и чистые. Даже мыть не надо. Диаманты. О, так это камни сваровские. А, это орбизы ебучие. Кварцайз. Орбизы. Три банки. А это просыпется. А вот как раз открытая. Давайте посмотрим. Вот орбизики в риебетке. Смотрите. Обалдеть, сколько их тут много. Не, реально орбизов много. А не может это шарики, которые просто влагу впитывают для кухни. Потому что видишь, тут миска такая под эти, под ложки. Она влагу, наверное, впитывает эти шарики. Или орбизы, короче. Радуемся хоть такому. Не знаю, ребят, 480 рублей написано. Напишите, может кто знает, что это. Похоже на орбизы. Дим, думаешь, от чего подшипники разваливаются? От полицейских ям и вот этих вот колдоебин. Опа. Кто-то пыцу хавал. А мне пыцу. А это что такое? Ого. Прикинь, кто-то как срал хорошо. Это от туалетных бумаг эти штучки. А, даже елочку сделали. Туалетная бумага дарит новогоднее настроение. О, праздничный вынос. Ой-ой-ой, печенье топовое, пацаны. Овсяное печенье злаковое. Что-то тяжелое. А, вот. А, так это что это? Эмулятор холода. Это холодные пакеты. Кстати, их можно, знаешь, взять с собой. В морозилку кинуть. Если надо что-то охлаждать, то эти пакеты, ну, закидываешь. И там, если хочешь, на природу с собой что-то холодненького, ну, это, в термосумку их закидываешь, и они холод держат, пакеты эти. И тут их много. Вон сколько. Там жижа какая-то густая. Эмулятор холода, замораживание и охлаждение. Аккумулятор холода, да. Вообще, их продать можно по-любому. Опа. Неплохо я так занырнул. Куда? Да, да, я наслаждусь. Вагоны. Это не медь, это... Это медь. Ну, можешь забрать, да. Да, я думал, тут будет комплектующий от ПК. Смотри. О. Брелок-фонарик с солнечной батареей. Это сюрприз-бокс. 3D-очки. О, чувак. А, его кто-то разрезал. Ну, это топовая тема. Это интересная вещь. На, это можно, ну, сарай закрывать или что-нибудь придумать. Опа. Царская находочка. Кошелочка. Вот это вот топовая. На барахолке продастся. Что там? Еба. Ой-ой-ой-ой-ой. Плеточка, еще и игрушечка. Дим, покажи. Ой-ой-ой. Это что за прибор-то такой? Ой-ой-ой. А это что? Чулки, чувак. Есть еще плеточки? Я люблю вот это дело. Деду надо вот это. Ну, дай-ка. Ты что, сучка, а? Где мои айфоны? Где вся техника, а? Не, ну вот это жесть. Так это, чувак, это анальное. Это анальное. Да. Сто процентов. Анальное. Что, может, на стрим возьмем? Будет у нас новое задание. Пять ударов плетью. Ребят. Ну, многие... Ой, анальное упало. Многие заметили, что я стримлю. Вот плеточку заберу. Будет у нас новое задание на стриме. Пять ударов плетью. Пять ударов плетью. О, кальян. Какие-то кальянные тряпки. С кальяной выкинули. Может, тут... Вот, от кальянов упаковки. Вынос. Ой-ой-ой. Это что такое? Вау, смотри, какая тема. Голова из бетона. Ребят, вот это прикольно. Капец, носяра огромная. Опа. Козявки есть там? Подумаем. Может, я заберу это. О, смотри, еще рука. Уголки, смотри. Дима, блядь, ну что ты там стучишь? Уголки топовые. На самокат. Можно багажник ебануть. Это, кстати, для моего багажника. Ни одной, блядь, жижи нихуя, блядь. Для калика-то нихуя нету. А это что? Ух, ебать. Смотри, что. Привет, бро. Ты сделал правильный выбор. Поздравляю с покупкой крутого кальяна. Бренда Хулиган. И это в комплекте с каликом шло? Нашивка Хулиган. Нифига себе. Нашивка Хулиган, смотри. О. Это вот с этой кальянной чеки, смотри. Целая коробка чеков. Нифига себе у них там продажи. И вот, кстати, прибыль дневная. Вот дата. Точка продаж Краснодар 2. Сумма. Вот 58 тысяч, смотри. А, нет, вот сумма 22 тысячи. Терминал А. Сумма Н плюс Т. Это что? Сумма ИНК. Вот, ребят, за день сколько? Насколько они продают? Размен 5 тысяч был. Сумма 41 тысяча. С магазинов, смотрите. Все, на ООН подписано. Вот так в магазинах отчеты заполняются. Вот Краснодар 2. Вот 7800 рублей. Сумма всего 19800 за день. Так это макулатурщиком топ. О, прикинь, у меня сразу комп. Пацаны, у меня комп. Прикинь, не успел зайти на помойку, сразу комп. Бомб. Удар руки, сука, тащишь, блядь. Иди нехуй. Чё ты руки свои тащишь, блядь? Чё ты, иди нехуй. Ой-ой-ой. Смотри, тут какая материнка нового формата. Я такие даже не видел. ASRock G45M. Стоит материнская плата в интернете вот столько. Блок питания на 250 ватт. Ну, короче, это офисник. Жаль, что оперативный... Да не нахуй ты меня переб... Да не нахуй, блядь. Я его сейчас разъебу, Дима. Ребят, так сюда ещё даже М2 Wi-Fi вставляется. Это современная материнка. По ней сразу видно. То есть это современный офисный ПК, с которого сняли... А, тут даже видеокарты не было, смотри. Её даже не ставили здесь. То есть он без видюхи будет работать. Тут чисто вставить жёсткий и оперативную память. Оперативочка тут... Прикинь. ДДР-4. Так он нифига себе, какая современная материнка на ДДР-4. Тесно, сколько она стоит, блин? Тут Селерон стоит, ну и что? Смотри, корпус какой современный. И эти закрывашки, крутилки вот такие удобные. Нифига себе, материнка топовая. Да тут это чисто в инете сидеть, компудактер хорошенький. Давай его соберём и оставим себе. Мы на нём будем как раз таки во дворе караоке включать и смотреть чатик и донатики. Как раз тут, ну чуть и жёсткий может у тебя найдётся оперативку, но я хер с ним выделю одну планку, у меня есть. Ну с компа могу снять свою с подсветкой. Монитор у меня есть. У меня есть. Ну тот можно старый. Нормально, ребят, помоечка дарит компуктер, который мы себе оставим. О, смотри. ПК Декс Аквилон 0234. Смотри, DNS Ритейл. Это с DNS АПК. Год выпуска, 20-й год. Сделано в России. Обалдеть. Ну, кстати, КС-очку должен потянуть. Так вот тут HDMI даже есть, прикинь. И DVI. Два Моника можно. Ребят, пока я снимал превью с этим ПК, зацените, Миша Димон, друг, который приехал к нам, нашёл Wi-Fi роутер D-Link вот такой вот. DIR 615A. Ну стоит он недорого, вот столько, но в целом тоже неплохо. Денюжка будет. Ну продадим на барахолочке его. Так, дальше ещё Миша нашёл такую беспроводную мышку. О, клик без передатчика. О, мне выдал он Оскар. Золотой муж я получается. Ну и педали оригинальные, вот такие Adidas нашёл. Вот это топчик, ревитки. Размер 45, это на Диму. Ну или на Мишу, я не знаю, какой у него размер. А вот это вот прям то, что надо. В этом ПК нет жёсткого диска. И Миша находит вот такую вот TV-приставку от бренда Motorola. Модель VIP 2262. Стоит она вот столько на Авито. Нам, естественно, бесплатно с помоечки. Тут вот какие-то наклейки. Самое интересное, что в этой TV-приставке, вот даже его видно, находится жёсткий диск. Который мы снимем, он по-любому рабочий, воткнём в этот ПК. Тут HDMI, вот интернет вставляется. Это современная TV-приставка. Хорошенькая. Ну нормальная техническая помойка. В плане техники хорошо радует. А я, блин, злой был. А тут помоечка всё-таки почувствовала и порадовала. Шланг. Кстати, Дим, шланг для стиральной машинки. Новый вообще. И вот для спуска тоже это покупают. Ребят, зацените, Миша нашёл фонарики USB. И так у меня в самокате есть USB. Это я сейчас подключу, и у меня фонарики будут работать, получается. У меня есть USB. Вот, в контроллере вот вставляется. Я надеюсь, сейчас я не спалю самокат этими фонариками. А, надо же питание включить. Ха-ха-ха. Ребят, зацените. Вот это топчик. Вот это Новый год. Зацени, Миш. Вообще балдёж. А ну, оно переключает режимы? Так вот, ещё есть такой режим. Зацените, какой у меня теперь новогодний самокат. Жаль, что цвет у этих фонариков вот такой. Я бы хотел фиолетовый. А тут чисто жёлтый. Но вот если вот так вот поставить, вообще прикольно. Буду ездить и светиться, как новогодняя ёлка. Вот это тюнинг, я понимаю. А вы знали, что в таких контроллерах есть USB-шка? Ну, гнездо, куда можно ставить, что-то и запитать. Я так телефон, бывает, заряжаю, если пауэрбант сел. Ну, короче, топчик, ребятки. Капец, Миша везёт. Вот пока мы там фонарики эти осматривали, Миша нашёл кугуар. Игровые наушники. Только они в какой-то жиже. Игровые, походу, возможно, даже с подсветкой. А, нет, эти не с подсветкой. Да, чувак, вообще топчик, блин, нормально. Будешь их, Миш, продавать или себе оставишь? Проверим для начала. Ну, да. Да, что их чинить-то, не проблема. Они просто облезли. Скорее всего, рабочие. Проверим, ребят, обязательно. Надеюсь, рабочие. Вот столько они стоят в интернете. Их даже на запчасти можно продать. Ну, вот, ПК замотали, чтобы не поцарапать корпус. Блин, капец, эта помойка топово радует. Видите, я перед этим отшлёпал помоечку вот этой вот плёточкой. Ты чё, сучка, а? И она начала нам технику давать. Всё-таки надо иногда помоечки вспарывать. Показывать, кто папочка на помоечках. Кормилица такая крупная, интересная. Вейп? Вейп. Покажи. Ты как-то ошкуди. Я ж гордка крестовая маленькая. Пойдёт нормально. Одежда. И что? О, ух ты. Это что такое? Ну, такую игрушку я первый раз в жизни нахожу. Слон без уха, правда. Ну, может, только и купит на рынке. О, так это пояс вроде. А, нет, это для еды. Это на стол. Такие скатерти кладутся. На обеденный стол. Возьмём. Ой-ой-ой. Так это что, Дайсон? А, нет, Шибай какой-то. Шибай. Чувак, топовый фен. Шибай какой-то. Это может даже к Сиоми быть. Написано какой-то Шибай. Может, это к Сиоми. Не лезь только в мой пакет. Вот, забирай этот фен. Смотри, вилку даже меняли в нём. И он подклеим. Он по-любому рабочий. Проводня точнее. Нашёл? О, молод... О, так это курительная трубка. О, Дима, сэндвичи! Сэндвич с венчиной. Изготовлено 23-го. Срок годности 72 часа. То есть, просрок. Блин, ну я б сэндвич этот съел бы. С сыром, слойка. Ничего не будет сыру. 25-го числа. Так она более-менее ещё. Бюштек с куриной, с овощами. Да и сэндвич, что там, его понюхать. Может, он ещё живой на запах. Может, он в холодосе лежал. Вот ещё сэндвич. Он на вид-то, смотри, ветчина живая. Блин, может, мне схавать. Только зелень чуть, смотри. И зелень подустала. Да просто не глотай сперва, попробуй. Тянулось мясо? Нет, я не заметил. Топчик? Помойка кормит. Пробуем сэндвич. Да я же сказал, блин, на запах всё окей. Топчик, ребят. Обалдеть. Какая вкуснятина. Да я и этот сэндвич сейчас съем. Я так и знал, что он шикарный. Просрочен дня на три. Ничего страшного. Она вообще налёвая. Тупо налёвая. Луи Виттон. Чувак, Хьюго Босс оригинальный. Ребят, Хьюго Босс оригинальный. Только тут кто-то упал, видно. Чуть-чуть потёртость есть, вот. Но качество прям капец чувствуется, ребят. Вот, Хьюго Босс. Хьюго Босс. Аж так пахнет. Обалдеть. Так пахнут Хьюго Босс эти. А это тоже бренды? Брендовые шмотки. Разговор с ними короткий. Дал Лагу Клуб. Мэйд ин Итали. Дал Лагу Клуб какой-то. Тоже кто-то падает. А кто в них часто падает-то? Эта проблема уже не в штанах, а в девушке, которая это носила. Здесь ссадина. На Хьюго Боссе тоже самое. Хьюго Босс, конечно, уберём. Там, ну, потёртость такая, не критична. А вот тут жёсткая потёртость. Ребят, пришли домой. Подключили комп этот с помоечки в сеть. И сейчас первое включение. О, прикинь, светится. Значит, всё окей. Питание подаётся. Блок питания в нём рабочий. Подключаю HDMI. Нет сигнала. Перезагрузи. Может, появится. Может, кстати, из-за того, что в нём не стоит оперативка, из-за этого нет сигнала. Но, по идее, должно что-то показать. Кулера крутятся, ребят. Кулера крутятся. Всё окей. Ком, по идее, живой. На оперативочку DDR4 ставить, и всё заработает. По-любому. Нифига себе ты, Дима, коврик себе постелил на пол. А, кстати, ребят, зацените, как Дима тут уже обустроился в новом доме в Краснодаре. У него тут и стол, и компудактер с кормилицей, и музычка с гаражной. Вот, всяких сервантов натаскали. Нормально. Вообще ништяк. А это склад находок из помойки. Посмотрите, это всё на барахолку мы повезём продавать. Находок тут до хрена. А это гостевые шканарики. Ну, для наших гостей, кто сюда придёт. Ребят, проверяем наушники Гагуар. Вот эти игровые из помойки. Миша говорит, они работают. Как тебе звук? Звук кайф. Кайф? Звучат обалденно. Чуть-чуть штекер отходит. Вот здесь вот. А, так это провод. Это надо просто штекер поменять. Вот, сейчас держу. Звук балдёж. Кайф вообще. Звук топовый, реально. А можно мне послушать? Тоже хочу. Я просто эксперт в этом плане. У меня дома тоже игровые наушники есть. Ого. Босят ещё так. Хорошо. Хороший звук. Штекер надо поменять и всё. Тут дело пяти минут вообще. Да чё такое? Чё это за труба такая? О, боги. Это канализация. Это канализационный червяк лезет из люка. Капец. Вот это же оскари и бедки. Капец червячелла огромный. Крысы, 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 крысы. Слышу крыс. Ой-ой-ой. Какие толстые. Вы чё такие толстые? Сплинтеры. Эй. Блин, ну тут опасно, реально. Вот видите, ребят, почему помойки опасны? Потому что в них очень много крыс. Тут крысы, вот здесь их много. Они сейчас ужинали, блин. Ой, какое качество говняное набора этого, жесть. Ой-ой-ой-ой. Тут даже его не это. За утенцы не поубирали. Самые уж ущербные ножи, которые я когда-либо видел вообще по качеству. Весь кривой этот нож, жесть. Ну, на барахолку пойдёт взять. На этой помойке вот только формы для выпекания, ущербные ножи и две чашки. Всё. Бытовые отходы. Какого-то до ресторана. Да, реально кормилицы вывезли, блин. Топовые вывезли кормилицы. О, прикинь, котлеты по-киевски, походу. Ух ты, а чё это? От наушников, короче, была коробка. Переходничок. А чё за наушники? Отличный звук. А, это какая-то шляпа китайская. Hyper. Переходничок. Так это AUX кабелёк топовый. Хе-хе-хе. О, нифига, топовая зубная паста. Сплат. Профессионал. Капец, она дорогая. На рублей 300 стоит. Целая вообще. И новый AUX кабель топ. Ну, хоть что-то, блин, нашли. Поедем дальше. О, май. Топовая кормилица, кормилица. Она топовая. Рау, рау, рау. Шмотки. Опа. Опа. Карманы я бы проверил. Хе, тут такие квартирки. чувак чувак чуваки топовый обогреватель модель black light 20 это световой обогреватель чувак это просто топчик это то что нам надо это зимой мы будем во дворе греться это просто пушечкой ребятки ребятушечки это бомба такой стоит на авито я думаю тысячи три как минимум чувак ми бенди ми бенди ми бенди куда руку нахуй тянешь нет нет ребят ми бенди обалдеть поцарапаны но может рабочие как их включить им зажать да на ребят но это реально оригинальные ми бенди четвертые но может они включатся нет экран у них поцарапан но скорее всего они рабочие к сожалению зарядки в комплекте не было но это ми бенди ребят ми бенди ми бенди топчик топчик ребят им кидай к себе у тебя зарядка дома есть под них ну проверим потом значит обогреватель просто пушка ребятушки так что у нас тут о вы нас хаты ну да небольшой такой игручешный о счеты зацените вот это возьмем по что купит он кубик рубик интересный о нифига себе такой грузовичок деревянный кстати из икеи чуваки у меня просто топ игрушка из икеи вот это меняется это чувак икея уехала это он икея написал оригинальная это можно продать тысяч за пять потому что икея это покинула российскую федерацию еще одна из икеи прикинь еще от них корпус он съемный вот эта кабина о нерф мини нерф ребят это мини нерф ребят так он еще заряжается он еще и стреляет мини нерфе чик правда это все в чем-то липком ребят вот эти грузовички на авито продают вот поскольку идите поскольку на еще кабину от него найти если не найду кабину вот это конечно будет грустно стриптиз клуб о ее ее и так это надо нам надо брать вот это вот лак надо новый ой шашлын доз да ладно а ты нюхал не первой свежести ну пойдет колбаска вот это ой вот я так люблю колбаску мнение не вот это вот колбаска печальная рис уебанка залуба не это я не буду такой йоргут и я люблю а какой срок годности у него 23 на 7 година до 27 08 просрочил на месяц по ходу колбаса такая же вот эта вареночка но такое о прикинь фрута няню выкопал и трусики женские фрута нянечка запечатанная яблоко клубника малина мяу 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 очень люблю дим будешь фрута няню я обожаю фрута няню дегустирую ой о медные провода у меня о подставки для телека кстати а это да наверно для монитора реально на посмотри там даже какой-то уровень и проводок медный кушать кушать о кушать я же говорю кушать табрис собственное производство это чё за мау ебать чувак понюхай катяхи катяхи дим понюхай офигеть это из магазина какого-то табрис ребят чё за магазин напишите кто из краснодара кто шарит так тут целый пакет хавчика о боги это сказка о это рыбина кусок рыбы готовой обалдеть какой-то элитный магазин походу чабан кефир ой 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 чабан чабанчик кефирчик до бомба 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 о соусы соус смотри какой тхемали куда полез блять это моя рыба там и мясо это катяхи блять давай дим пробуй да давай катях а вы так я нюхал жду этого нравится как тебе вкусно одобряешь я тоже хочу катях у тает ну тот длинный соусом вот этим суд этим соусом катях длинню чекать ой 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 какая кобра ребят посмотрите какой огромный катях я щас буду есть из мусорного бака хочу соус соус так это свежатина это свежатина дим там еще есть давай доставай похаваем бери-ка так ты ебать поделись мишей катях он ты ебаный в рот да ты ебан блин ну ты пиздец это пизда на братишка спасибо большое это выкинь собакам это дима ебать рукожоп пиздец ну можно было поаккуратней то капец это мясная тема там еще рыбка есть не вот это вот будем пацаны вот это будет ой блин у меня тоже руки скользкие реально девятели понимаете извини вот эта импа ребятки на помоечке вот она лапша удон шампиньонами соусы к наги в топи няни и ой-ой-ой-ой, вот это я очень люблю. Ммм, ебать, это рахобигенно, очень вкусно, чувак. А тебе как? Вкусно. А ты что ешь? Ладьи из кабачков. А у тебя чего? У меня люля, куриная. Я это котяхом назвал, на котях смахивает. Смахивает, да. А как мне лапшичку-то эту есть-то? Есть? Так тут и даже хлеб был, прикинь, лаваш свежайший, вот, свежайший, свежайший, надломанный только, наверное. Морковочка по-корейски, ебать. Про рыбку-то забыли, вот, кто любит рыбку? Это полезно для пениса рыба. Ммм, ебать. Это самый удовлетворительный удон с кормилицы. Удон ел в ресторане, но это совершенно не то. Хейтер, соблюдай субординацию, не завидуй. На помойке увижу, пиздец тебе, понял? Хуило. Сейчас я еще кефирчиком это все дело полирну в ребятке. Я могу твердо заявить, что это самый плотный, самый вкусный ужин у меня на помойке в Краснодаре. Так тут все свежайшее в ребятке. Кофир как в кефир, на вкусу кефир. Может с булочкой кефир еще. Мы поужинали на помойке. Ну, вообще, да. Причем очень полноценно. Ребят, я думал, чем руки помыть? Вот мы сейчас поели на помойке. Руки липкие, вот, всякой вот этой субстенции. А Миша тут прям в тему нашел запечатанную воду, черноголовку в мусорном баке. Это мы попьем. У нас для рук там вроде была что-то там. И зацените. Я, короче, до этого взял эту коробку. Но я не планировал ничего снимать. Думал, что это такое? А это коробка от Ашкуди. Ну, от одноразочек, вейпов вот этих вот. Вот таких вот. Так, ребят, зацените. Я такой проверяю коробочки. Вот тяжелая коробка с вейпом. Вот тяжелая с вейпом. Вот еще вейп. Три одноразочки, ребят. Походу, бракованные. А может и бэушные. Кто будет тестить? Хотя нет, это точно бэушные. Вот это точно бэушные. А бракованные интересуют. Вот это тоже бэушные. Возможно, новое. Нам на обракованную. Мы ее починим. Вот это новое вообще как будто. Да, вот это новое. Наверное, протекла она. А ну-ка, проверим-ка. Это нехуй, блядь. Сюда, нахуй. Хотел Дима у меня одноразки отобрать, ребятки. Я сейчас буду тестировать. Первая пошла. У нее даже ничего не светится. Там залило все, походу. А вот эта? Не работает. Кока-кола. Только надымится она. Блядь, ну можно из трех одну собрать. Вы будете это делать? Нет. Ну и нахуй. А, хотя нет, заберем. Мы же их продаем, ребятки. По 20 рублей. О-о-о-о. Топовая футболочка детская. Смотри, какая красивая, блин. Берем. А это что? О, кстати, мужские шорты. Дима. Дима, прикинь. Анта. Найк? Не, какая-то Анта. Это по помойкам ездить. Техника? Какая техника? О, кофеварка. Кофеварочка, ребятки. Только она... Это Нескафе Дольче Густо. Сюда куда-то картриджи там вставляются. Вот сюда, наверное, да, вот картридж. Там выбирается режим. Ну, это классно. Смотри, даже кнопка есть какая-то регулировочная там. Нет, части. Части не хватает. Ну, ничего. А, тут сеточка должна. А так чашка ставится и все. Ее можно и без стиков использовать. Ребятки. Ребятки. Вот такая вот кофеварочка на Авито стоит. Вот столько. Дольче Габбана, Гуччи, Луи Виттон. Биккемберсгз. И че, где-то там бренд увидел. Это ж, блядь, шляпа с рынка, ебаный рост. А что это? Вот это? Биккемберсгрсс, блядь. Замшевая залупа. Это нормальная спортивная фирма. Где это? Вот это спортивная? О, так это камуфляж драный. Ты че там, жопа? А, так это детская. Такой... А, не, оно реально порвано, Дим. Ты что с ребенком-то делали, что оно все драное? Так это на собаку, кстати. Это не на ребенка. Это армейская куртка собачья. Дима, тут хавчика много. Я думаю, че пакет такой тяжелый? А тут макарошечки, ребятки. Макароны. Диме, домой варить. Вот еще сахар или рис в мешке, смотри. В мешке. Че там, сахар или рис? Шо там? Рис топовый, смотри. Ой-ой-ой-ой, хорошенький. Жучков вроде нету. О, полмешка риса, чувак. О, мешки! Мешки! О, еще. Че это, греча? Тоже рис. И макарошки можешь закинуть тоже туда. А? Хуита! А где все-то, Дима? Где техника? Ты где техника? О, слышь, че за хуйня? Так это рак был живой когда-то. Выпал он. Его не доварили, да? А мы же находили живого, помнишь? А, не с тобой, а с Ильей находил. Вон еще рак. Так это с ресторана, походу. Вон еще рак, прикинь. Вареный, блин, я не пойму. Вареный, нет? Ребят, зацените. Два рака с помойки. Это, ребят, ваши друзья в КС-очке или в Доте. О, еще одни друзья с Доты или КС-очке. Вот они. Ребят, скиньте это видео вашим друзьям, которые очень хорошо играют с вами в онлайн-игры. Ебать! Жить, а ну нахер! Я в шоке, ребята! Сколько у вас раков-то, друзей? Ебать! Не, я в шоке, ребят. Так это свежие раки. Они вроде свежие. Я не пойму, они сырые или нет? Нет, я не определяю, вареных или сырых. Я не знаю. Постелени, проверь, похрусти ими. Да вроде это вареный. Дим, понюхай, он не стух. Нет. Отдает легкими помоями. Чувак, раки тупо. Обалдеть, так они хорошие. Тупо вареные. Вот рассоли их варили или что это, личинки чьи-то. Вот раки, вот раки, чувак. Вот они, вот. Что, сегодня будем раков хавать? Это надо забирать, чувак. Потому что раки это дорогая вещь, как бы, недешевая. Но это бычок, ничего страшного. Где раки, там и бычки, правильно? Да. Тут целый пакет раков, я в шокере. И бедки. Тут килограмма два. Миша, что ты тут набрал? Смотри, опять не оригинальный нашел. Оригинальный переходник для айфона. Вот, ребят, оригинальный переходник для эпохи. У кого айфоны, те понимают, что это вещь недешевая. Ребят, ну раки это респект от помоечки. Это реально удивило. Раки это бомба. Это кто-то, ну, это с ресторана, чуваки. Ну, теперь это раковая помойка. Я ее запомню как раковую. Потому что найти два килограмма раков вареных уже готовых, которые для тебя приготовили и выкинули для тебя, это просто бомба. Ребят, говно. Пакет борща. Вот, пакет борща. И говно. Вот, говно, котихи. Вот. Ебать, там даже черви. Ребят, я предлагаю, ну, реально ехать домой, потому что у нас целый пакет раков. Тут чисто пиво надо брать под вот этих вот друзей. Они реально свежайшие. Вот они, раки. Это бомба. Тупо раки вареные. Ого. О, давай еще. Бууу. Чуть шлагбаум не снес. Вы видели, как у Димочки самокат прет? Жесть. Ребятки, вы посмотрите, какая пушечка у нас получилась. Компудактер теперь в полном боевом амундировании. Установили сюда две планки DDR4 памяти на 16 гигабуит. Также установили SSD накопитель на 250 гигов. А где он, блин? А, вот он находится вот здесь на 250 гигабуит. SSD установили. Компуктер полностью рабочий. Установлен он вот в этом месте. А монитор с клавиатурой и остальным комплектующим установлено вот здесь. И давайте пройдемся по характеристикам. Как вы видите, в компьютере установлен Intel Celeron G4005. GPU на 2 МГц. 16 гигабуит оперативочки. Вот 64-разрядная операционная система. В общем, полный фарс с помоечки. Рабочий. И просто радует нас теперь постоянно. Потому что мы здесь сидим в интернете. Включаем музыку. Иногда подрубаем прямые потоки на YouTube. Помоечка балует и радует компьюдактерам ребятки.